Углидарское направление, само по себе углидарское направление, это можно рассматривать как с политической точки зрения, стратегической, психологической, а с тактической точки зрения, ну с военной, это тактическая, это реально. Почему? Если, почему я сейчас, вот сейчас я говорю на это время, значит, если нашим подразделениям, которые отошли с Углидара, тут можно по-разному говорить, отошли, бросили, я почему говорю не бросили, я считаю, что это перекручено, потому что если бы в панике бежали бы, если они планово подходили, противник сейчас показал бы трофей. Ну, воевали-то не автоматами и пулеметами, и минометами, воевали, там ведь тяжелая боевая техника была, а ее, значит, отвели, раз отвели, значит, был плановый отход, а потом Орингард остался, основные силы отошли, а потом Орингард ошел, вот правильно говорит, из 10 человек 5 гибло, потому что противник взял под огневой контроль ту дорогу, по которой, то есть реально зашли с запада и с востока, с юга, оставили только центры, не стали окружать, для того, чтобы от этих счет 50% уничтожили, не входя в город и бережа свой личный состав, я говорю про противника, это про Углидар. Теперь, если мы, наши участия, которые там, если по гугл-карте я смотрел, там есть укрепрайон, есть укрепрайон построенный, я даже могу сказать по линии, где же он у меня тут написанное, что-то я писал, писал и забыл, что-то уже в старой стал, так, ну, так штука, что мы видел, ну. Новоукраинка, Успеновка, Дальний, это второй стратегический эшелон, это он построенный, то есть реально, если так разобраться, будет примерно где-то наша линия, начиная от Золотой Нивы, от Золотой, но Золотая Нива под нашим контролем, до Кураха, вот линия такая, если мы сдержим наступление противника, и противник сейчас на эйфории не начнёт, не войдёт в Богоявленку, а там до Богоявленка ещё три маленьких укрепрайона, по всей видимости, ротного уровня. Если кто не верит, берёте гугл-карты, смотрите фотографии, там, в принципе, видно, там можно, кто понимает, кто в военной топографии, по крайней мере, в топографии простой понимает, там можно определить, что реально происходит. Поэтому это первое, поуглядывая, но это будет направление главного удара. Что они будут, они будут расширять фронт, и по всей видимости, с большой долей вероятности, Запорожский фронт начнёт движение, начнёт движение, то есть противник, почувствовав, перехватив стратегическую инициативу, он начнёт на Запорожском направлении двигаться. И Покровское направление, очень серьёзное, почему? Потому что там они приостановили движение, но до Покровска там, по разным данным, от пяти до семи километров, но там не сколько Покровское направление, сколько Кураховское. Вот это сейчас идёт, идёт борьба за Невельский выступ, или Карман, там по-разному называется, там у нас где-то 3-4 бригады, это южный фланг Покровского направления или северный фланг Кураховского направления. Там сейчас ведутся бои такие вязкие, вязкие. Так вот, теперь берём стратегию, это я примерно тактику рассказал, а теперь берём стратегию, а по Курску я рассказал, нам придётся отойти, может быть, на Плазар в Суджи. По всей видимости, я об этом говорил, как посмотрели, показали, что мы взаивали политическую и психологическую победу, надо было раньше отойти и, в принципе, уже укреплять район Суджи, и вот там, где вот эта санкция газоперерабатывающая и то и подобное. Теперь, что реально дальше будет происходить? Дальше, если мы не стабилизируем ситуацию, если мы не подведём резервы, есть ли у нас резервы или нет, не знаю, это является государственной тайной. И даже если бы я знал, я бы не сказал. Но президент Зеленский, я могу цитировать, 4 бригады кинул на Курское направление, мы уже разговаривали, а 10 бригад, вроде люди есть, а надо их вооружить. Вот теперь берём, вооружить, во-первых, надо одеть, ну, по всей видимости, одели, надо же одеть, а все фотографии, которые показывают солдат, которые, типа, отказываются идти, они, всё, кто в чём это, там они не, это не войско, это какая-то партизанщина. Пузатые какие-то женщины там стоят, может быть, это и всё, но я-то понимаю, что форма должна быть, это же армия, это же действующая армия, она же должна быть одета. У кого-то нога 37-й, а у кого-то нога 45-й, это же надо подобрать обувь, одежда, у кого 40-й, а у кого 56-й, это тоже надо подобрать, это тыловиков сколько надо, это сколько вооружений надо, оружейных комнат, сколько боеприпасов, сколько механико-водителей, сколько командиров, взводов, рот, это же всё надо подготовить, провести боевое слаживание, учения, хотя бы познакомиться друг с другом. Это тяжелейшие вопросы, которые за месяц не решаются, и за 4 месяца не решаются, и за 6 месяцев не решаются. Год, как минимум, для того, чтобы создать, ну, если бы было как, если бы бригады, вот, например, 72-я, отвели сейчас на, должны отвезти её на доукомплектование и на отдых, и на базе вот старой бригады начинать собирать, укомплектовать её новыми, и брать призывников, то есть брать, кого мобилизовали, лучше всего, ну, командиры должны работать не тех, как любого там, а тех, которые, по крайней мере, более мотивированы, мотивированы, или, по крайней мере, не хочет, но будет. Знаете, не хочу, не хочешь, но заставим, да, не можешь, что научим. Ну, армия, армия всё, в армии всё можно, только надо правильно подходить, и не вот теми тупыми методами, которые действуют отдельные. Да я уже вижу, вся система работает, которые, слава богу, я так понимаю, назвали их уже не военкоматами, а по-другому назвали, просто военкоматчики, кто профессионалы, они там, наверное, плевются, как их службу бы развалили, превратили ваши. Так вот, если по старым бригадам начали комплектовать, и тогда обстрелянные бойцы, обстрелянные те, кто прошёл бои, они бы учили молодых, и тогда бы это восстановилось уровень бою готовности. А новые? Новые, это первый бой самый страшный, а второй, третий, четвёртый ещё страшный. И последний тезис, последний тезис по стратегии. Дальше ситуация будет ухудшаться. Почему она будет ухудшаться? Потому что противник, используя стратегию, тактику качели, ищет слабые места, и сейчас полностью взял инициативу в свои руки стратегические, и на любом фронте мы только реагируем. Так вот, что самое опасное? Сейчас мы потеряли связанность фронта. Вот я же говорю, разрезание. Торецк, они что сейчас с Торецком делают? Они режут город на две части. Они режут город. Раз разрезано на две части, всё, что-то город пал. Так же самое и по фронтам. Разрезают на две части, и сразу оно всё падает. И оно просто будет занято. Так вот, связанный фронт. И теперь мы не сможем туда резервы перебросить. И как только где-то будет кулак, раз, и в итоге где-то будет дырка, и могут выйти на оперативный простор. И теперь мне зададут, вы зададите вопрос, дойдут ли они до левого берега Днепра, зайдут ли в Запорожье, Днепр, и дальше на Западную Украину. Нет. Сразу говорю, нет. Задача на летнюю военную кампанию у противника – это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Всё, что касается Херсонской, Запорожской, не скажу. Потому что ресурсов у них, по крайней мере, сейчас, я же сказал, по синусоиде, у них сейчас спад произойдёт, уровень боевой готовности. Ну, произойдёт он физически. Человек не может 6 месяцев постоянно на адреналине воевать, ему надо отдохнуть. Отдохнуть. Вот они будут отдых, то есть ротации и то подобное. Вот поэтому сейчас вот до границ, если мы не локализуем, то вероятность того, что они выйдут на административные границы, высокая. Ещё раз говорю, высокая. Что мы можем сделать для того, чтобы не дать это, по крайней мере, приостановить наступление? Мы можем ударить на каком-то направлении, провести наступление. Вот как это было на Курском. Но наступление надо проводить не в качестве политического шага, а в качестве военного. Это может быть Белгородская область, может быть Курская область, может быть Брянская область. Но опять же, это тактический уровень. Для чего? Если рота зашла, то противник туда перебросит полк. Если зашёл батальон, противник туда перебросит бригаду. Вот для чего. И для того, чтобы чуть-чуть снизить именно напор и поменять, разрушить систему боевого управления. Потому что само по себе Курск, вот они на Курск. Мы 8 числа зашли, не 6 числа зашли, да, август. Они только через месяц зачухали. Через месяц зачухали. Они только через месяц, последний тест, создали три командования, только группировку туда перебросили, написали планы, и только 10 сентября начали какое-то движение, и то разведку боя. Вот что. Поэтому мы должны, по крайней мере, чтобы снизить накал на каком-то направлении. Я это не говорю, что противник что-то перебросит. Но по логике действий, по тому, как думает высшее политическое руководство, я это прогнозирую. Ещё раз говорю. Как думает высшее политическое руководство, а не как военное. Военные думают по-другому. Понимаете, в чём дело? Это же те же самые грабли, получается. Да, да. Те же самые грабли. Потому что перебросит там, как там, народу полк там и так далее. Да, да. Так а где он их возьмёт? Со своих резервов, а не с пола. Ещё раз, ещё раз повторяю. Мы, я же сказал, что Владимиру Александровичу необходимо поменять своих советников. Там шесть самураев, сколько у него там самураев, тридцать бакинских, сколько там, двадцать восемь бакинских, панфиловцев или тридцать бакинских комиссаров, кто там ещё. Ну, это же как эти. Большевики. Всё поменять, поставить туда, взять советники, профессионалов-генералов, которые обучались в военных академиях. Да, понятно. Вы, правда, не перебывайте. Это самое, я говорю, то, что необходимо сделать, чтобы не наступила катастрофа. Вот я для этого говорю. А вот, конечно, это неинтересно. У нас комбаты стреляются из ТРО после отступления. Да, стреляются. А почему они стреляются? Потому что они считают, что... Вы же понимаете, как... Раньше это были замполиты, сейчас воспитатели, да? Комиссары, политруки, а по-прежнему эти... Опять же, то же самое. Воспитатели. А воспитатели, если ему 25 лет, говорю, дядьки пузатые, там, 50-летние, которые посылают туда, да? Сколько у нас самовольное оставление части? Тысяч человек. 80 это... Только этот... Я так думаю... Даже страшно мне цифру назвать. А это к чему приводит? А это приводит к тому, что чарты... А... Как его... Отдали... Военную инвестицию не создали. А зачем ее создавать? А нет. Зачем висковую полицию, висковую суды, висковую прокуратуру? Ну, это все... Это все... Это... Комуняки тупые. Это все... А мы самые умные. В итоге что? Берут. Что реально происходит? Понабрали. Немотивированы. Они пришли. С учебки. Определенный процент ушел. Ну, Володя Бойко написал. Он говорит, а я-то знаю. Потом оттуда. С воинской части. Пойду воевать? А не пойду воевать. И оттуда распылить. В итоге что командир? Пока напишет. Тот, который по воспитанию. Пока напишет рапорт. Пока проведут расследование. Потом направят ДБР. А другой говорит, а мне нефиг, мне командир только из-за него. Он ведет боевые действия. А что у него получается? Ему... Он, например, командир батальон. Комбат. 600 человек у него личного состава. По штату. А с учетом раненых, больных, с учетом СВЭТ и тому подобное, у него 300 или 200. А задача на 600. На 600 задача. А у него на 200 все. То есть, если линии обороны, солдат, например, 10 метров держит, сектор стрельбы, а у него в 3 раза... То есть, он уже берет 30 или 40, или 50 метров. А противник это видит, где дырки, и туда ищет разведка боем. И тогда, получается, у нас герои. Почему? Потому что он герой. Нет ни слева, ни справа никого. Он тогда собственной жизнью, он проявляет героизм. Чем больше героев, тем хуже работает государство. Не должно быть во время ведения боевых действий герои. Герои должны быть это те, которые спасают личный состав. Вот, я же помните про Оргергар сказал. Когда часть подразделения попадает в окружение, то есть, остается всегда Оргергар несколько человек. Добровольцы или командир назначает. То есть, эти люди погибнут, но они дадут выжить тем, кто отошел. Вот это герои. А когда идет, воюют, и когда им не дали все необходимое по номенклатуре, что необходимо сделать. И второе, держите эти развалины. За два с половиной года, за такие слова, что сказал сейчас президент Зеленский, СБУ, что делал СБУ с этим? Кто об этом сказал? Помните же? Да. Никто не говорил об этом. Что было? Да. Олег Иванович, тактически один элемент, очень интересно, когда вы обсуждаете именно конкретное событие, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию сегодняшнего дня. под часовым яром упало нечто. Одни говорят, вот, российский самолет сбили, Су-25. Потом там долго приглядывались, разные фотографии, видео, там, в разных разрешениях, что же это сбили, и что же это упало под часовым яром, и выяснилось, что это беспилотник, охотник, огромная дура, там, она сродни самолету по своим размерам, по площади. Оперативно, стратегическому, ну, оперативно, значит. Вот. И мы понимаем, что, ну, вроде как сбили Су-25, ура, победа. А если сбили, а там еще запустили, не знаю, правда, неправда, там сложно судить, что это какой-то тренировочный полет. Ну, правда, странно, Су-25 и Су-34, они уже падали у россиян на Донбассе, и теперь они близко к линии фронта не подходят, потому что ПВО, ну, разные комплексы, ручные ПВО, то есть, ну, всякие. А тут прям подошел, и прям сбили. Значит, потренировались, но не на Су-25 же. Если это охотник, что это означает для этого участка фронта, и что вы думаете об этом, ну, таком, экстраординарном событии? Ну, во-первых, есть несколько версий. Первое, то есть, это уже, я так понял, идентифицировали, что это был беспилотник оперативного уровня, значит, первое. Второе, сбить его могли, или наши с помощью тактического уровня, или оперативно, потому что он большой, его видно, ну, видно. Или второе, сбили свои, почему? Потому что он мог потерять ориентацию, то есть, система управления не сработала, и для того, чтобы он не попал в плен, то есть, мы его не посадили, и не начали разбирать, на каких часов так работает, как он устроен, потому что сами по себе беспилотники вот такие, они секретные. Вот райтер вот американский, который хуситый, хуситый, любители хуситый, я же помните, все про тапки говорил, и те, которые в тапках на бусу ногу ходят, в резиновых, они самолеты, стратегические беспилотники. То есть, по всей видимости, то есть, вот есть такие, то есть, можно выдвинуть такие версии. Ну, теперь по, что это такое? Это говорит, я, в принципе, тактика технической характеристики не знаю, потому что, действительно, оно, это пока не секретно, ну, по крайней мере, они могут быть где-то написаны, но реальные, это проблематично. Но то, что он куда-то, то есть, то, что он уже летел, то есть, то, что у него есть уже планер, и он уже в воздух поднимается, это говорит о том, что Россия за два года очень серьезно подняла. У них вообще в начале войны ничего не было. Вообще, у них даже, вы, вы, в военной доктрине, они вообще даже, разведку, они совершенно по-другому проводили. Артиллерийскую разведку, был офицер, бинокль, и то, 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 отечественной войны за второй степень, и за то, что он во время операции, как офицер, этот, артиллерист, был выдвинут на передовую, и корректировал бой. Телефоном, телефоном, лево, право, и то, и то, и то, и то, что, что, двое суток, сидел. Поэтому, и то же самое, и россияне, с биноклем, и это, они передавали радиостанции, Р-107, Р-109, вот такая большая, кстати, если кто постарше, не помнит, учили, блин, самая такая дура, самая дефицитная были, вот такие батарейки у них, батареи, ну ладно, все время, как раз, а кто-то украл эти батареи, надо постоянно было куда-то, чтобы не украли, чтобы радиостанция была свободна. Так вот, по всей видимости, система управления, или РЭП, или где-то что-то по каналам связи, или сама система управления не доработали. Я считаю, что это опасный прецедент для нас, почему, потому что самое главное сделать планер, двигатель есть, все есть, подцепить туда вооружение уже можно, а если он будет выполнять разведывательную функцию, это опасно, это уже будет залетать, это он будет летать там, где ПТО не собьют высоко, а то, что они сейчас систему управления, сейчас они быстро доработают, если бы он упал на нашей территории, и они его не сбили, то есть он был бы, как-то можно было восстановить, да, а так он разбился, наши думают, ой, как хорошо, у нас много вот таких, а реально это очень плохо, почему сейчас они это поняли, и они сейчас найдут причину, и следующий уже не упадет, и будет наводить системы высокоточного оружия на наши объекты, вот я вижу это так. Ну, просто, по-моему, на нашей территории упал беспилотник, кажется. Ну, я говорю, если, если там по себе, самое главное, чтобы сейчас наши, когда специалисты придут, чтобы голова, ну, то есть голова, это, ну, программный блок, там, система управления не была разбита, потому что, если она разбита, то восстановить его, ну, по крайней мере, сейчас могут определить, из чего, какие, откуда, откуда детали, свои детали, или откуда там брали, ну, я так понимаю, как всегда, процентов 80, окажется, производят их у наших стратегических партнеров. Ну, ладно, это, это так. Да, ну, судя по всему, там сложно, да, то есть, понять, вроде как на нашей территории, и даже, как бы, задаются, ну, скажем так, вопросом, что, действительно, есть версии, что был неуправляемый, и вроде как на нашей территории, то есть, тут, это очень, важный прецедент, потому что, штука новая, большая, опасная, то есть, и, видимо, ее обкатывают, и если она запущена, прямо вот на передовой, там понятно, что будут сбивать, ну, или там, ну, это ясное дело, то это значит, на что-то претендует противник. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете вы, у меня финальные вопросы, он снова, ну, простите, Олег, простите, он снова о людях, он слово о мобилизации, он снова о том, что нас всех ждет. Залужный выступил в защиту немобилизации с 18 до 25, говорит, если это делать, вот так крайний, вообще просто, случай, он снова говорил, что вот эти люди постарше, там, 50, вот эти 40, ну, тех, тех, кого призывают, у них там более советская ментальность, поэтому с ними сложно, но можно работать, а этих надо беречь, потому что у них за плечами будущая новая Украина. Но мы-то слышим другое, и, во-первых, тут я прямо вас спрошу, с вашего позволения, это заложного попросили из офиса президента, ну, скажем так, выступить на эту тему и высказаться, чтобы это все растиражировалось, разошлось, то есть он заодно с командой президента, или здесь какая-то идет другая история, потому что те же там нардепы Голоса, там, Костенко, он говорит, что прям партнеры сидят и недоумевают, почему у вас 20-летние не призываются, и нужно брать и всех под ружье, прямо с 18, и идти и вперед из песни, а заложный делает, получается, вразрез такое заявление, хотя по большому счету тоже очень странно, да, заложенный теперь же кто? Посол Британии? Ну, как бы, не знаю, возраст мобилизации как-то отношений Украины и Британии не касается? Наверное, или касается? Ну, я, во-первых, тоже противник того, что брали до 25 лет, потому что, кто будет устраивать, все равно закончится, закончится ли в ноябре, марте, в июне следующего года, или этот, но она все равно закончится, кто будет обустраивать, и кто будет украинцев возрождать, украинцев, кто будет возрождать, рожать украинцев, от кого будут украинцы рождаться? Это первое, это самое основное, нация, нация, вот у социологов и социологов, вот кто, демографов, они считают, кстати, вы задавали вопрос по демографии там, да, на одном из эфиров, якобы, так вот, вот эти исследования по демографии, что к 50-му году будет 25 миллионов, это Бордоо писал, это не институт, это не научный институт писал, это вот эти, грантаиды, Бордоо, я специально узнавал, это они, и набрали кого-то, взяли, может быть, даже, этот человек просто грант получил из Википедии, как они всегда это пишут, но Бордоо помнят, так и Гончаров, там вот это все, все это братья, так вот, это первое, второе, само по себе, мы потеряли власть с начала войны, не с начала войны, где-то с середины, где-то после год, год, когда война, год, уже год прошла, год прошел, даже после 23-й, 23-й, где-то осенью, так вот, разрыв между властью и народом стал все больше, 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 а сейчас он, я так понимаю, он достиг критической точки, когда уже власть и народ живут разными, разными этими целями, вы же видите, что вы сказали, может я неправильно понял, но залужно, говорит, старшее поколение, менталитет другой, у старшего поколения еще менталитет намного патриотичнее, чем у этих, намного патриотичнее, да, и мы строили, мы возрождали, мы Украину строили, 91-й год, и голосовали за Украину независимую, и сюда я офицером приехал, будучи майором, приехал строить, и строил, и вооруженные силы, то есть я в Национальной гвардии контрразведов и строил отделы военной контрразведки, так хочется, ну мы же как бы тоже из разных поколений, хочется прям воскликнуть, что ж вы построили вот это, мы до 2005, до 2005, года, значит, склады не взрывались, значит, Тузла, Тузла, что с Тузлой произошло, не было же войны, территорию отстояли, отстояли, а потом я в 2005 году уволился, нас начали увольнять, пришло молодое поколение новым лицам, так вот у них спросите уже, а не у меня, у меня честная совесть, мы построили, и вот при этом мы передали в руки другим все, что было, именно вооруженные силы, то, конечно, чуть-чуть сокращали, но сокращали, не я же это продавал, если продавали, кто продавал, по приказу политического руководства, а не военный, военный приказ выполнили, сейчас только заложенный сказал, что я не согласен, мы против Курской операции, его сразу сняли, а что, и раньше то же самое, раньше раз, сразу сняли, ничего не поменялось, поэтому ситуация такая, что вывод такой, что без личного примера власти, я не говорю элиты, я говорю власти, потому что президент Зеленский и его команда совершили много стратегических ошибок, но одна из стратегических ошибок, они после вторжения не объединили элиты, как это делают во всех странах мира, как это сделал Нитаньяхов в государстве и Заре, объединили элиты, есть элиты, которые плываются, есть контрэлиты, которые не привласти, но не обладают админресурсом, но есть антиэлиты, антиэлиты мы не берем, не объединил это все, и сейчас у нас воюет власть столько, а контрэлита не воюет, вы же заметите, контрэлита ничего особо-то не делает, нет, они воюют, но они политические никакие решения не принимают, так вот, в итоге получается, элита отодвигается от народа, и оно все дальше, 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 а раз оно дальше, значит, элита должна показать личный пример, а личный пример какой? Оптимистическая трагедия. Смотрите, будет ли этот отличный пример, потому что я вам просто, опять-таки, не своими же словами. Будет личный пример. Смотрите, Михаил Чаплыга, да, Миха-анархист, то, что происходит между Западом и Банковой сейчас, один в один копия того, что было перед тем, когда началось с Яныком. Согласны вы с этим утверждением? Это мне надо подумать, надо подумать, но я вижу, что сейчас есть, опять же, самая наша основная проблема, это внутренние проблемы, не противник, противника победим. То есть, первое, мы отстояли независимость, отстояли суверенитет. Ну, территория, территория приходят, уходят. Все равно через некоторое время территории возвратятся. Эти при правильном построении государства и территории все равно возвратятся, потому что они не могут жить. Крым ведь не просто так передали Украине, потому что экономически он не может жить без Украины, без воды и тому подобное. Ну, это вот. Так вот. Ну, подождите, ну как, ну, стойте. Ну, живут же. Десять лет вот уже живут, праздновали недавно. Еще раз. Живут. Я сейчас говорю про экономическое возрастание. Живут, да, люди живут. А что, подождите, а тут же тоже есть уровни, понимаете? Я не то, что там с вами не хочу, но это, вы же военный философ, да, тут я исключительно философский вопрос задаю. Здесь же тоже есть разные уровни, да, кто как живут. Чего где построили, где реконструировали, и как люди, работа, не работа, возможности, как куда-то поехать. То есть тут же тоже разная какая-то... Правильно. Мы же говорим о чем? Мы говорим о нормальной гражданской жизни для того, чтобы повышался уровень жизни каждого человека. Потому что в войне повышается... В войне это есть шанс выдвинуться и политикам, и военным. Военные... Вот почему сейчас? Война – это мать родная для военных. Почему? Можно выдвинуться, можно не быть паркетным генералом, а боевым генералом, после войны у тебя будет определенный рост и того подобного. Так вот, я к чему говорю? Что сейчас в итоге власти, а это будет, я так думаю, месяц, два, три, не больше. Три – это вообще максимум. Придется показывать личный пример. Такое, как в оптимистической трагедии. Кто хочет еще попробовать комиссарского тела, собирается еще раз Стефанчук с коллегами, коллегами, все и на перекрытие правилы. Крутые, крутые. Потому что если они нас ожидают... Вот нас ожидают крутые. А крутые должны кто закрыть власть? А конкретно Верховная Рада. Батальон имени Стефанчука. Под командованием Стефанчука. Не будет же такого, таких крутых. А я, нет, ну я ж тоже, не будет, не будет. Ну, будем надеяться, что... Посмотрим, посмотрим. Олег Стариков был с беседником сегодня. Спасибо за время и мысль. Да, до свидания. Подписывайтесь. Да, ну самое главное, конечно, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok